У нее моя фамилия, имя, отчество, дата рождения и все. И вот с НИЛС, вроде как говорят у нас одинаковый, пенсионный, но как такой тоже может быть, я не знаю. Там прислали, да. А вот и НН, другой, и номер паспорта, конечно же, не совпадает. Ну и лицо, наверное, у нас разное, так я думаю. Злую шутку сыграла с Татьяной Ильиной такое совпадение. Ведь кто бы мог подумать, что в другом конце России в этот же день родится человек с такими же данными. О том, что у женщины есть не просто тезка, а полный двойник по документам, она узнала еще в 2016 году из письма от налоговой. Мне стали приходить из налоговой вот такие письма об уплате налога за имущество в Новосибирске. Сначала просто не платила, потом написала заявление, они переслали в Новосибирск туда и меня перестали беспокоить. Намного сложнее оказался диалог с судебными приставами. В татарстанском ведомстве женщине помочь не смогли, а в Новосибирске никак не отреагировали. Женщина отправила им письмо и пока ждет ответа, деньги со счетов продолжают списывать. Все, что там было при пенсии, значит, вся удержана. Потом у меня был сберегательный счет, там 5 с чем-то тысяч было. И на зарплатной карте было 800 с чем-то рублей. За помощью мы обратились к судебным приставам. Нам пояснили, отменить списание могут только их коллеги из Новосибирска. Для этого Татьяне необходимо позвонить по горячей линии ведомства и сообщить о проблеме, после чего предоставить документы, подтверждающие ее личность. После получения документов, подтверждающих ошибочную идентификацию гражданина как должника по исполнительному производству, судебный пристав-исполнитель, возбудивший исполнительное производство, незамедлительно отменит все наложенные ранее ограничения на гражданина. Кроме этого, в июле Верховный суд России вынес решение о том, что в случае ошибки судебные приставы должны полностью нести ответственность за списание долга с двойника. Данный казус уже неоднократно встречался в судебной практике, когда действительно идентификация должника производилась. Только по фамилии, имя, отчеству должника необходимо идентифицировать по иным документам. Например, СНИЛС, ИНН, водительское удостоверение. По словам адвоката, Татьяна Ильина имеет право на возмещение вреда, который причинили приставы. Причем не только вернуть списанные деньги, но и востребовать расходы на адвокатов, юристов и отправку писем. Елена Кривопатрия, Максим Зуйков, Дмитрий Рыженко, Телеканал Эфир.